Добрый день, в эфире программа «Дневной разворот». У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня у нас большая компания в студии. Надо сразу сказать, что мы записываем этот час дневного разворота. Записываем его в субботу, 2 марта, сразу после того, как состоялась большая такая сессия, большой семинар под названием «Города России. Поиск прорывных идей». Этот семинар организовал Университет Комитета гражданских инициатив и наш вуз ВИАТГУ, а также Офис консультантов инициативного бюджетирования, при небольшой нашей информационной поддержке, так скажем. Поэтому я представлю сразу же гостей. И начнем мы с хозяина этого мероприятия, Валентина Погача, потому что именно ВИАТГУ принимал в своих стенах этот большой семинар и готовил его, и приглашал гостей. Добрый день, Валентин Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, Александр Сагамонов, научный куратор Университета КГИ, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член Совета по истории и антропологии городов России, Академии наук. Александр Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Здесь с нами еще один Александр. Все Александры сейчас пойдут. Александр Антонов, эксперт Союза архитекторов России про градостроительство и территориальному планированию. Добрый день. Добрый день. И Александр Лукичев, первый заместитель директора НИИ государствоведения и местного самоуправления, экс-глава Вологодской городской думы, ведущий эксперт в области местного самоуправления. Все верно? Да. Все. Дальше без регалий. Я бы даже еще сконцентрировалась на том, что мы будем друг к другу по именам обращаться, иначе мы потратим очень много времени, поскольку у нас много здесь человек. Полностью вчера была на семинаре «Города России. Поиск прорывных идей». Ненадолго просто пришлось уйти в эфир, провести программу «Союз нерушимый». Но я испытала абсолютную радость от того, что вы приехали к нам, от того, что, Валентин Николаевич, у нас состоялось это большое мероприятие, и от того, что, слава богу, в этот раз мы смогли пригласить и мы смогли удержать на этом семинаре большое количество разных людей. Большое количество разных людей. Темы, которые были представлены в этом семинаре, мне кажется, очень актуальны. По крайней мере, мы постоянно поддержим эту тему, потому что мы живем в городе. Наша радиостанция вещает на самый большой город этого региона. И нам очень важно, как он будет развиваться. И совершенно не безразлично. Вы знаете прекрасно, что Кировская ЭХ, эта радиостанция сама инициирует многие проекты. И наша аудитория очень активна в этом смысле. Я надеюсь, что и на открытые лекции в политехническом, там, где вы, Александр Юрьевич, давали ее, уже в пять часов такой был большой марафон. Тоже было много людей, к сожалению, не успела на эту лекцию. И эти люди рефлексировали потом, после того, как ее послушали. Ну, не знаю, Валентин Николаевич, Валентин, мы по именам обращаемся. Да, давайте по именам. Вы тоже всю сессию абсолютно принимали, почти все. К сожалению, не всю, но мне будет возможность еще раз... На Антонове вы были, да? Мы вели, да. Сплошную видеозапись, поэтому и для преподавателей, сотрудников университета, студентов, и для меня, и для, собственно, зрителей мы постараемся максимально открыто все материалы выложить в интернет. И поэтому будет возможность всем интересующимся еще раз посмотреть, подумать, поспорить на эту тему. Смотрите, господин Антонов, здесь присутствующий, он практически открыл эту большую сессию, если не считать вводных слов, которые великолепно, как всегда, произнес Александр Юрьевич. Сессия называлась «Городское планирование и развитие в городах России, не вошедших в крупные агломерации». Это очень актуальная тема для нашего города. У нас постоянно идут разговоры, будем мы агломерации, не будем мы агломерации, куда мы должны развиваться и как. И я с удовольствием отметила, что удалось еще такую интерактивную работу провести, вовлечь зал в дискуссии, в обсуждение. Мы с Валентином зажгли, раскачали немного эту аудиторию, поспорили. Немножко поспорили даже, да. Да, как мы это обычно делаем. И было радостно видеть, что люди были вовлечены. Знаете, мне тоже было очень радостно видеть, что люди были вовлечены. Я вообще на это рассчитывал, потому что, ну, вот так вот рассказывать полтора часа с трибуны довольно скучно. И, собственно, это и хотелось сделать, чтобы люди как-то подумали о городе вместе. Это задача нас, как, ну, городостроителей. Сегодня она больше сводится не к созданию какого-то гениального послания, да, рисованию какого-то правильного города. Больше сводится как раз к помощи в поиске компромисса между различными городскими сообществами, да. Все у нас, в принципе, сообщества, да, власть тоже какое-то сообщество, да, властью, девелоперами, гражданами. И вот мне кажется, что мы должны учиться, мы потихонечку учимся быть именно консультантами. Не художниками, так сказать, креативными, а консультантами. Потому что, ну, по большому счету, мы же сегодня не несем ответственность за город, да. За город несут ответственность те, кто там живут, те, кто им управляют. Урбанисты приехали и уехали. Урбанисты приехали? Хорошо, это, как сказать, это бесконечный спор о терминах, да. По-испански это называется урбанист, и нет никакой разницы. Никакой негативной конституции здесь нет. По-английски это называется urban planning. Городское планирование. Да, это самый такой, но, к сожалению, у нас это длинно переводится. Вот термин градостроитель мне не нравится, потому что это все как-то вот нас отсылает сразу к строителям. Хотя, конечно, город может развиваться с небольшим участием строителей. И иногда строительные преобразования в городе не самые важные. Так, давайте к Сагамонову перейдем. Александр Юрьевич, как аудиторию вы оцениваете, которая пришла на этот семинар? Вас давно не было в Кирове. Вы его хорошо знаете, этот город, но давно не было в Кирове. Часто на вашу школу, зимнюю школу КГИ, приезжают кировчане. Но вот так, чтобы сюда, а, значит, для широкой аудитории представить материал, который только избранные активисты такие и чиновники, которые заинтересованы, приезжают к вам на зимнюю школу, вот этого давно не было. Как вы оценили аудиторию? Насколько она вам показалась отзывчивой? Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, что Киров – это нестандартный город. Тут уж не знаешь, что сказать, хорошо это или плохо. Кстати, между прочим, это вот вы сейчас очень хорошо, Свет, сказали, потому что я тоже считаю, что вот то, что мы говорим, мы не приносим знания в категориях добро и зло, в категориях белое и чёрное, что правильно, что неправильно. Мы говорим о том, что современный человек должен понимать, знать и в каком интеллектуальном контексте жить. И этот интеллектуальный контекст, уже он сам в нём самоопределяется, да, вот это вот самое важное. Мне кажется, что это вот лучшее измерение свободы. Это понимание своей интеллектуальной свободы. Не свободы в том смысле, что что хочу, то и творю, а в понимании того, что есть знания, к которому я сам отнесусь, и не хочу от вас слышать никаких вот рекомендаций. Саша правильно сказал, что вот такое вот очень примитивное градостроительное понимание о том, что вот кто-то вот, мудрый человек, знающий, очень вразумительный, очень умудрённый историческим опытом скажет, давайте здесь проведём улицу, а там сделаем набережную, это из старой эпохи. Сегодня это общая ответственность, ответственность всех людей. И не надо бояться ошибок. В этом смысле Киров прекрасный город. У него удивительная городская среда. В данном случае я говорю не про улицы и не про безумное количество снега, которое у вас навалено на тротуарах. Я такого уже давно не видел. А именно вот про эту вот социокультурную среду, которая очень современная, очень, я бы сказал так, знаете, слово европеизм придумал Герцен, когда здесь находился в ссылке. До него употребляли слово там Запад или ещё что-то. Азия дикая. Да. А вот европеизм, это он придумал здесь и для этого города. Конечно, мне было бы приятнее, если бы этот город назывался не Киров, а Герцен. Но я знаю, что это невозможно. И бог с ним. Не в названиях дела. А дело в том, что очень открытая и очень прекрасная среда. Вот мы вчера, когда вечером уже всё завершили, я хочу выразить колоссальную признательность вот всем моим очень близким людям, которые были участники этого. Я, конечно, Валентин в первую очередь, но Женя Дрогов, Володя Шабардин – это всё не пустые слова. Это за каждым из этих людей стоит не просто какая-то институция или же просто там собутыльничание, да? А вот реальное понимание, что этот человек, который понимает свою судьбу и понимает свою городскую миссию. Как Женя Дрогов, например. Да, Евгений Дрогов – владелец издательства «Украдка» и консультант офиса инициативного бюджетирования, ну, Володюши Бардин – детский омбудсмен. Мы сейчас прервёмся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Продолжается программа «Дневной разворот». У микрофона работает Светлана Занько. Мы здесь рефлексируем по поводу большой сессии, которая состоялась в ВТГУ в минувшую пятницу. И говорили мы там о городах России, пытались понять, существуют ли прорывные идеи сейчас, которые помогут городам. Вот не тем городам, которые получают всё и давно, а вот нашим городам, в которых мы сейчас живём, которые мы часто ругаем, которые мы не знаем, куда должны идти, как развиваться, как определяться. Которые не факт, что что-то получат. Да, не факт, что что-то получат, но точно получат меньше, чем другие. А даже если получат, это не факт, что это хорошо. Я как раз это хотела. Лучше получить меньше, но хорошего. Это правда. И ещё раз представлю наших гостей. Валентин Пугач, Александр Сагамонов, Александр Антонов и Александр Лукичев. Вот Лукичеву надо сейчас предоставить слово. Александр, ваша тема была очень важная, потому что, конечно, современные подходы и менеджерские инструменты управления и развития локальных территорий – это та история, которая вот сейчас развивается, как я это вижу, вот из этой студии, потому что я в основном здесь общаюсь с людьми. Очень большой акцент сейчас делается на моногорода, которые попали в программу развития моногородов. Там главы учатся в Сколково, они участвуют в разных сессиях, и они научились и говорить, и даже думать за это время прогрессивно. Я это вижу, прямо этот прогресс за последний год. Правда, от полного неприятия того, что им навязывают сверху какие-то программы, до того, что сколачивается команда, и эта команда получает мощный стимул и мотивацию, и они сами уже планируют. Вот буквально там две недели назад у нас здесь были два представителя таких городов, и я видела эту гигантскую разницу. И на этом даже фоне я вижу, как наш город, региональный центр, в этом смысле отстаёт. Потому что я не вижу команды, но это вот моё ощущение. Это правда. Я не вижу команды ни на уровне правительства, ни на уровне администрации города с такими же зажжёнными глазами, как вот эти муниципальные команды, ещё раз скажу там, да, как вот эти муниципальные блоки, которые вот сейчас прошли такую прокачку очень мощную. Наверное, ещё вот мы с Валентином Николаевичем говорили до эфира, наверное, ещё и потому, что, ну, конечно, рутина, но, конечно, когда на месте ты затыкаешь эти дыры, эти горы, на которые снежные все жалуются и прочее. Но, с другой стороны, я вот вчера муниципалов увидела у нас на семинаре, и я знаю, что сегодня у Глеба Тюрина, который тоже вчера был, и который сейчас прямо даёт в субботу тоже тренинг, большую лекцию, там тоже будет муниципалы, их будет много. Они так поделились, поэтому я не жалею. А вот представители городской администрации, представители правительства, чтобы пришли команды, и человека 4-5, я не увидела. Наталья Кряжева, прекрасная наша министра промышленности, молодец. Экономики. Экономики, да. Я путаю, Валентин Николаевич, там всё время всё меняется. Вот у нас опять там новые должности. Наталья Михайловна, слава богу, она в этом блоке уже достаточно стабильная работает. А вот из города, как не видела, так никого и не вижу. Правда, они потом могут мне сказать, что кто-то был, но это тайно. Там, по-моему, были все-таки достаточно много. Нет, нет, были, были, были. Вчера были люди. Хорошо. Но вы знаете, вот вообще я, вот сейчас Александр Николаевич будет развивать эту мысль, я просто хочу сказать такую вещь, что наша управленческая культура в России строится на том, что тебя всегда могут вырвать из города Хлынова в город Вятку, потом из города Вятки перебросить в город Киров. И это будут разные города, разные структуры. И каждый раз у тебя ощущение, что ты здесь временщик. Вот про тех людей, про которых вы говорите, то есть мэры, большие начальники, у них нет уверенности в том, что это навсегда. Вот это то, что они делают, это навсегда. И место, в котором они живут, это их родное место. У них, как это, это же знаменитая песня была, «Мой адрес не город, не улица, мой адрес Советский Союз». Вот это не шуточные слова. Они были очень правильны с точки зрения советского управления, потому что советский управленец – это тот, куда тебя направили. А сегодня он должен произрастать из этих корней, из этой структуры, из этой жизни, из этой среды, и быть ее выразителем. Ну, конечно же, он произрастет, если у нас губернаторов-то всех назначают практически до сих пор. То есть свежие роски появились только в последние выборы, и то они до сих пор так еле-еле тяпятся. На самом деле замечательно, что были абсолютно разные люди из разных сфер деятельности. И не совсем согласен с вашей оценкой про Киров, что не так, как вы сказали, что Киров на самом деле славится с точки зрения экспертного сообщества по местному самоправлению. Здесь много прекрасных инициатив. И есть вообще уникальные, так скажем, вещи, которые… Нет, вообще, по сочке зрения соучаствующего проектирования, это лучшая территория страны. Да, лучшая территория страны. И, собственно говоря, с них сегодня берет пример вот с этой группы, с ребят-консультантов. Которые не являются сотрудниками правительства или администрации. А с них берет пример сегодня Россия, российские города. Но я и моя миссия была, конечно, несколько иная. И я очень был заинтересован, чтобы как раз был не разнородный состав. Вернее, неоднородный состав. Потому что я пытался сказать о том, что у нас не самые хорошие времена наступают с точки зрения развития местного самоправления. Идет сегодня, если говорить прямо о государстведении местного самоправления. Вот закон принят у нас, как раз вчера, исполнилось 1 марта 2005 года, когда реформа вступила в свою, ну, так скажем, начальную стадию, но уже конкретную, когда уже поселенческий принцип, количество поселений муниципальных, в целом муниципальных образований было увеличено ровно в два раза. Сейчас процесс начался обратный. Во-первых, процесс, с одной стороны, слияния, процесс ликвидации, процесс, когда в некоторых регионах Российской Федерации вообще остался только одноуровневая система местного самоправления. Что на самом деле говорит о том, что возможности конкретного человека принять участие в самоуправлении, в управлении местным сообществом, а это главная цель нашего закона, она резко снижается. Поэтому, соответственно, возрастает роль различного рода организаций жителей на локальных территориях. И моя как раз лекция, моя презентация была именно посвящена этому. Как это лучше сделать? Какие на сегодняшний день тенденции в этом отношении существуют Российской Федерации? Ведь статья 27, ну, может быть, не все ее знают, она говорит о том, что у граждан есть сегодня реальная возможность создать на вполне законном основании территориальное общественное самоправление, которое обладает определенными правами и может активно развивать деятельность в рамках какого-то муниципального образования. Остальные возможности у нас потихонечку уходят. То есть, вот вы про губернатора вспомнили, а сегодня надо сказать, что я принимал участие вот в этом законе, в участие, ну, в качестве эксперта, опять же, от системы представительных органов власти. В концепции было записано, да, собственно говоря, в самом законе, что, например, систему органов местного самоправления жители определяют самостоятельно. Сейчас уже давно этого нет. Значит, помните, мэров мы когда-то избирали, а сейчас они или в лучшем случае назначаются депутатами, а на самом деле на конкурсной основе, где самое большое количество, как правило, членов конкурсной комиссии у губернатора области, края и так далее, и так далее. То есть, наступление идет по всем фронтам. Вот я провел такой мониторинг. За эти 14 лет внесено более 150 изменений. И все они направлены, в конечном счете, в сторону ущемления конкретного российского гражданина с точки зрения, опять же, управления своей территорией. Поэтому сегодня мы должны говорить о том, что нас ждут не самые простые времена, и мы должны иметь возможность пользоваться теми официальными законными способами, которые у нас на сегодня есть. Развивать локальное сообщество. У меня тогда вопрос к вам, коллеги. Когда вы говорите, Александр, что принято множество законов, которые, собственно говоря, отстраняют людей от управления. Нет, это не законы, он неправильно сказал. Ну, окей, действия, предпринятые действия. Это подзаконные акты. Нет, нет, нет. Почему? Как это соотносится с позицией президента Российской Федерации, который нам каждый раз говорит со всех трибун, и вот в последнем послании это тоже было, что максимально надо вовлекать граждан во все возможные действия, начиная от благоустройства и заканчивая там принятие решений по большому развитию городов. Как это соотносится? То есть мы не можем выбирать мэра, но мы должны быть вовлечены. Как это может совпасть? Ну, еще раз повторюсь, на сегодняшний день реальная возможность, такая легальная возможность, это пользоваться позициями закона, где разрешено создавать территориальное общественное самоуправление. Вот смотрите, для примера, все-таки это не подзаконные акты, это внесены сегодня изменения в закон. Ну, например, если раньше была территория сельского поселения, которое существовало отдельно, своя администрация, свой бюджет, то это сельское поселение сегодня объединили с другим сельским поселением, или вообще объединили в большой район. У нас вот предстоит городские округа организовать в регионе. Ну, это немножко другое. И таким образом, вот конкретного человека они удалили от власти, или от осуществления этой власти. Ведь в самом начале, в законе, например, была прописана так называемая пешая доступность. Что это означает? Это означает, что человек, живущий в каком-то поселении Российской Федерации, пешком за один световой день мог решить все свои проблемы. То есть зарегистрировать ребенка, попасть в больницу, ребенка свести в школу, какие-то проблемы у него там сложились. То есть вот он должен был... Быть похороненным. Да, быть похороненным в том числе. Все. Во время святого дня он должен все проблемы решить. Прошло 14 лет, и сейчас даже на машине кое-где не доехать, чтобы эти проблемы решить за один световой день. Да. Количество муниципальных образований за последние только 5 лет сократилось на 11%. То есть это говорит о том, что сегодня, опять же, существует эта проблема. Я согласен здесь с Александром Юрьевичем. Хорошо или это плохо. Мы можем по-разному оценить, но она есть, и поэтому надо искать выход. Если мы вот вчера неравнодушные кировчане, которые были... Там было очень много неравнодушных людей, они задавали вопросы, они участвовали в интерактиве каком-то. Они действительно думают о своем будущем. Поэтому, когда президент говорит о том, что надо нам 30% сегодня вовлечь, то он, я надеюсь, думает и о тех, кто сидел вчера в зале. Что они, несмотря ни на что, несмотря на эту непростую ситуацию сегодня в развитии местного самоправления, будут активно участвовать с помощью, естественно, легальных возможностей, которые им сегодня закон представляет. Этих-то и не надо вовлекать. Они сами пришли. Они пришли и зарегистрировались сами. Ну вот, слушая ваш диалог, я поймал себя на мысли о том, что... Вот смотрите, мне кажется, что существующая законодательство о местном самоуправлении и вообще о работе власти позволяет при всех сложностях, ограничениях и каких-то подводных камнях позволяет заинтересованным, мотивированным и ответственным администрациям различных уровням выполнить поручения президента о вовлечении граждан в обсуждении и принятии важнейших решений, как должна устроена их жизнь. Если руководители обладают этими качествами, им без проблем создать коллегиальные согласующие и различные органы, где они будут получать обратную связь, где они будут слышать критику, где они будут иметь возможность транслировать свою позицию и в совокупности будут приниматься, ну такие, принимаемые всеми решениями, и понятные, и прозрачные. Если руководитель различных уровней, подчеркиваю, настроен и понимает, и продвинут до уровня своей гражданской позиции, что это нужно делать, и это нужно делать неформально, не для галочки, не для имитации такой прозрачности, активности вовлечения, а для пользы дела, они это без проблем могут делать. Другой вопрос, что нужно формировать эту управленческую культуру, чтобы они понимали, что по-другому действовать сейчас нельзя. Формировать управленческую культуру, безусловно, нужно. Это прямо очень необходима на самом деле история, потому что, к сожалению, в нашем регионе, Валентин Николаевич, мы это все осознаем и понимаем. Конечно, можно попытаться прописать законы, что чиновник и здесь обязан, и здесь должен так очень детально каждый шаг, каждое слово его зарегистрировать. Надеюсь, что это приведет к какому-то результату. На муниципальном уровне не знает вообще, что можно. Он всего боится. Есть такая проблема. Сейчас прервемся на полторы минуты. У нас реклама. Продолжим разговор. Вот если Александр Антонов руку тянет, мы с него и начнем. Возвращаемся в эфир. Это программа «Дневной разворот». Мы тут пытались в перерыве выяснить, чего же боится чиновник на муниципальном уровне, кого он боится, человека, прокурора. Но я вам скажу, что в буквально последнем номере газеты «Бизнес-новости», которые тоже, между прочим, являлись информационным партнером вчерашней большой сессии, размещен большой материал. В Кировской области за 2018 год 12 уголовных дел на глав муниципалитетов. Уголовные дела с посадками. Причем уголовные дела с такими интересными историями. Вот, условно говоря, глава одного района переложил теплотрассу. Вот кусок трубы нужно было переложить, потому что не снабжалось нормально детский садик и пожарка. Но что-то там не зафиксировали, и теперь ему прокурор 7 лет требует. Ну, какой-то бумажки там не зафиксировали. 12 уголовных дел. Они, правда, не знают, как нужно, как можно. Ни сами главы, ни их команды. Вот это проблема, мне кажется, которая тоже существует. Ну, вот про эту проблему, наверное, нужно делать отдельную передачу. Ну, я все-таки хотел бы вернуться к тому самому вовлечению. К сожалению, сегодня понятие вовлечения почему-то сместилось в электронное вовлечение и голосование. Собственно говоря, вот эти 30% предполагают, что это будет 30% каких-то людей, которые в электронных, я не знаю, активный гражданин или как оно будет называться, в электронных средствах проголосуют, отметятся. И, к сожалению, вот есть практика, сейчас же везде по России идет вовлечение в процессы благоустройства, в это действительно вовлечены огромные массы людей. Вот, как, ну, например, я знаю пример одного маленького города, 13 тысяч жителей, и вот замглавы, ответственная за это, она говорит, вот, у меня же 2,5 тысячи участников, которые где-то как-то отметились, что они выбрали некий объект для, в прошлом году, для создания. А потом вознесняется, что из этих 2,5 тысяч жителей 90% они где-то случайно в детском саду им подсунули, еще как-то они, то есть они никакой ответственности не несут, и когда дело дошло до конкретного обсуждения, пришли совсем другие люди, которые сказали, нет, друзья, вы что делаете? И вот это вот вовлечение, к сожалению, да, вот погоня за количеством вовлечений, она вообще не приносит качества. А что касается качества, я еще одну хочу маленькую вещь сказать. Вот это вот вовлечение в, условно говоря, обсуждение, где мы поставим лавочку, и сколько урн будет стоять при каждой лавочке, приводит к тому, что активное ядро граждан, вовлеченных в это обсуждение, на втором шаге переходит к вопросу генерального плана. А что, собственно говоря, представляет собой наш город? А как мы будем развиваться? А что нам можно и что бы нам надо запретить вообще в городе? А запретить нам надо высокоплотное высотное строительство человейников, ликвидацию исторической культурной среды и ликвидацию экологического каркаса, да? А вот с этим уже никто как-то не хочет этих граждан вовлекать, да? И вот это вот парадокс, что здесь мы хотим 30%, чтобы они по лавочке поговорили. А про серьезные вопросы как-то не очень хочется. Хотя граждане, что самое интересное, эти граждане, это именно те позитивно настроенные граждане, это не какие-то городские сумасшедшие, которые приходят и говорят, все плохо, все развалилось, все, вы украли все, и машут разными предметами. Нет, это совершенно конструктивные граждане. Но с этим вовлечением у нас опасно. Света, здесь основная проблема заключается, как мне кажется, заключается... Ну, Саша очень, так сказать, правильно выбрал вот такой вот ментальный вектор обсуждения. Смотрите, мы заигрались с голосованием. И забыли о том, что в основании любого рода голосований, начиная от самого высокого, кончая там каким-то там низовыми вещами, лежит, прежде всего, обсуждение, дискуссия. Мне проще, мне как большому муниципальному руководителю гораздо проще найти инструмент, ну, технологию, с помощью которой я как бы включаю людей в голосование. А это что, по всем формальным признакам это они же принимают, да? Они просто проголосовали за или проголосовали против, что-то нравится, не нравится, там я могу и подыграть, и подделать, или там что-то еще. Но я не хочу с ними вступать в обсуждение. Потому что обсуждение показывает прежде всего одну глубочайшую проблему. Неготовность политической элиты страны к пониманию того, куда мы движемся и как мы движемся. Поэтому лучше пускай люди голосуют, чем вступать с ними в обсуждение. Ну, я здесь еще на сторону чиновников встану, потому что очень часто видел... Ему нравится быть, а идентифицировать себя с чиновниками. Он был чиновником в свое время, Валентин Пугович, да. И поэтому, знаете, давайте будем объективно исходить, что я видел не одну попытку руководителей различных уровней поговорить с общественностью. И в большинстве случаев это было грустное зрелище, потому что, к сожалению, может быть, это было тогда, несколько лет назад. Сейчас тут же самое. К сожалению, общественность... Неготова. Неготова тоже. Она не обладает яркими лидерами, адекватными людьми, которые могли бы... Валентин, это и есть ответ на центральный вопрос, который Света задает. Спокойно. Зачем мы сюда приехали? Конструктивно. Пока ты не научишь людей. Совершенно верно. Мы сейчас к этому дойдем. Почему? Зачем в университете проводить такого рода семинары, конференции и обсуждения? Для того, чтобы приходящие активисты, послушав культуру лекторов, послушав лексикон, которым они используют, понятийный аппарат, и способы подачи спорных дискуссионных тем, напитались вот этой культурой дискуссии. Даже не научной, а просто приличной дискуссии, содержательной. Чтобы общественники и активисты, журналисты и блогеры могли задавать правильные вопросы, корректные. Чтобы они не лозунгами говорили, не обвинениями, там, плеткой хлистали, значит, руководители каких-то администраций, а спокойно разлагали свои мысли. Нужно так выдохнуть и всем перейти от криков к спокойному, такому содержательному обсуждению, диалогу. И только в этом случае, чтобы чиновник тоже слушал, что его уважают, уважают, по крайней мере, его должность, уважают его ответственность, которую он несёт. Не за игры, не за какие-то там, значит, финтиклюшки, а за жизнеобеспечение города. Тепло, безопасность, какие-то элементарные вещи базовые, которые он должен обеспечить, и на которых у него всегда не хватает ресурсов, возможностей, времени и сил, и профессионализма его исполнителей. И на этом фоне он хочет иметь перед собой адекватного, понятно, конструктивного участника, чтобы послушали его проблемы, чтобы послушали и знали, держали в голове все ограничения законодательные, процедурные и всяческие другие ресурсные, которые он должен знать. Только после этого возможен такой разговор. И мы... Иначе мы будем друг друга бросать помидорами в лучшем случае. Валентин, мне кажется, что лёд-то как раз тронулся, потому что он тронулся, он тронулся, он тронулся на уровне федерации, прежде всего, понимания этой проблематики. Вот смотрите, комфортная среда, да? Вот у нас в России миграция очень маленькая, вот совсем маленькая. Понятно, что из деревьев дети уезжают. Слушайте, мобильность имеешь в виду. Ну да, мобильность, назовём внутреннюю миграцию. Они приезжают и, как правило, там остаются жить. Вообще у нас очень важно для человека, который живёт всё-таки в замкнутом пространстве, на локальной территории, как устроена его жизнь. Насколько она комфортна? Ведь в России человек рождается в муниципальном родове и везут его умирать на муниципальном кладбище. Поэтому с таким трудом принимают пришедших извне... Ну, это уже немножко другая проблема. Я к тому, что очень важно, чтобы была комфортная среда. И сейчас гигантские деньги выделяются. Но, опять же, кто будет определять, что значит комфортная среда? Это кто определит? Чиновник или определит люди с локального сообщества? Надо, чтобы они коммуницировали, они разговаривали на эту тему. Они определили, как лучше потратить эти деньги, потому что явно денег не хватит. Но те, которые дают сегодня деньги, надо потратить справедливо. У нас встает с полтора минуты до завершения программы. И я как раз вернусь к... Я не помню, мы это говорили в эфире или до эфира. Я, наверное, вернусь к нашему урбанистическому форуму, первому кировскому, который прошел этой осенью. И, кстати говоря, надо сказать спасибо университету КГИ и вашей зимней школе, потому что вы нас научили. Вы нас научили, как можно организовать, как можно модерировать, как можно вовлечь аудиторию. И мы вместе с ВУЗом, я считаю, очень успешно провели этот урбанистический форум. И там, надо сказать, что там были все люди, и все, кто постоянно занимается критикой, и тот, кто вовлечен и не только критикует, но предлагает. Там были хейтеры самые настоящие, которые на этом специализируются, даже деньги за это получают. Думаете, те, кто нас слушают, понимают слово хейтер? Да, мы тут расшифровываем каждый раз. Да, ну я спасибо за подачу. Те, кто ради хайпа критикуют все, что только попадается под руку. И вот на самом деле то единение, которое мы достигли на второй день этого форума, после того, как два дня люди трудились в общих группах, как они попытались подумать, вот то, что вчера Антонов делал, когда задавал вопрос. Как вы себе представляете город Киров? Назовите три пункта. Как вы его характеризуете? А мы ведь так и не смогли, Валентин Николаевич, характеризовать. Нам страшно? Нам страшно выбрать что-то. Вот как мы себе представляем этот город? Что вот, да, вот как его позиционирование может вывести вперед? А потому что дискуссия общественности, администрации города и правительства Кировской области, она не завершена. Да, губернатор несколько раз вбрасывал на нескольких собраниях, я слышал, был очевидцем. А у нас есть ответ? Какой, Киров? Промышленный, туристический, студенческий? И вчера мы тоже увидели, что нет. А потому что мы не завершили цикл, мы не проговорили, не проработали. Да мы его даже не начали, Валентин Николаевич, этот цикл. Ну как, Валентин Николаевич, это Валентин Николаевич. Полминуты. Поскольку у нас осталось совсем немножечко, я хочу вам сказать. И слава Богу, что у вас нету этих ответов. Потому что... Но говорить-то нужно на эту тему. Говорить, да. Вот готовые ответы на фундаментальные вопросы – это показатель догматического сознания. Нам нужно, чтобы дискуссия была постоянной. И когда мы со Светой познакомились, она очень... Ну, два года назад это было. Она очень удивленно меня посмотрела. У меня на моей рубахе сзади было написано, что дискуссия важнее голосования. Голосование – это когда ты совершаешь какой-то окончательный выбор. А пока ты дискутируешь, ты живёй. Интересно. Вот это отличная точка в нашем сегодняшнем дневном развороте. Я благодарю наших гостей. Валентин Пугач, Александр Сагамонов, Александр Антонов и Александр Лукичев. Я Светлана Занько. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова